В каком-то смысле Сергею Мартынову не повезло, ведь о нем знают прежде всего, как о третьем и, к счастью, последнем муже Ирины Алферовой. Но не стоит забывать, что Мартынов тоже актер, начавший свою карьеру в начале 70-х, и на тот момент он считался одним из самых красивых артистов советского кинематографа. Одно время его даже называли советский Олен Делон, и он вполне мог бы достичь небывалых высот на актерском поприще, например, в Голливуде. Увы, в Советском Союзе такой типаж был не слишком востребован. Простой советский гражданин по умолчанию не должен был соответствовать эталонам красоты, так что Сергею Мартынову серьезных драматических ролей не давали. Впрочем, поначалу творческая карьера актера складывалась вполне успешно. Свою первую роль в фильме «И на тихом океане» Мартынов получил, будучи студентом четвертого курса в ГИКа в 1973 году. А на следующий год актер, что называется, выстрелил в музыкальной киносказке «Царевич Проша», где исполнил главную роль. А вот в дальнейшем у Мартынова толком не было значимых ролей, в основном ему доставались второстепенные персонажи. Чертовски харизматичный актер с модельной внешностью, конечно же, обладал целой армией влюбленных в него поклонниц. Но, как ни странно, Мартынова нельзя было упрекнуть в распутном образе жизни. Его первой женой стала двоюродная сестра известной телеведущей Киры Прошутинской – Ксения. Увы, брак оказался неудачным. После развода супруга Мартынова переехала жить в Лондон, забрав с собой обоих детей. Чтобы проведать сына и дочь, Сергею Федоровичу приходилось летать в Великобританию. Ну, а после того, как Ксения скоропостижно скончалась из-за ошибки британских медиков, Мартынов забрал детей к себе, на историческую родину. Впервые свою будущую жену, красавицу Ирину Алферову, Сергей Мартынов повстречал в 1978 году, во время кинопроб к фильму «Братья Рико». Алферова тогда произвела неизгладимые впечатления на актера. А вот только на тот момент красавица с бездонными глазами и печальной улыбкой была замужем за Александром Абдуловым, и Мартынову ничего не оставалось, как втайне восхищаться актрисой. С тех пор прошло 10 лет. Шли съемки художественного фильма «Звезда шерифа». Ирина Алферова переживала один из самых тяжелых периодов в своей жизни. Ее семейные отношения трещали по швам. Актриса находилась на грани депрессии и с трудом могла заставить себя включаться в съемочный процесс. Словно по иронии судьбы, персонаж Сергея, профессиональный психоаналитик, помог героине Ирине Алферовой выйти из эмоционального тупика, в котором она оказалась по воле сценаристов. То же самое произошло и в реальной жизни. Мартынов окружил заботой и вниманием женщину, в которую был тайно влюблен больше 10 лет. А в 1995 году влюбленные поженились. Ирина Алферова стала настоящей мамой для сына и дочки Мартынова от первого брака. А позже, когда не стала родной сестры Ирины Ивановны, супруги забрали ее сына, своего племянника, жить к себе. Не стоит забывать, что в этой же любящей семье росла и старшая дочка Алферовой от первого брака – Ксения. На данный момент все четверо общих детей актерской четы уже выросли. Ксения Алферова пошла по стопам родителей и стала актрисой. Ее двоюродный брат Александр – юрист, ну а дети Мартынова – Анастасия и Сергей – перебрались жить в Лондон. Сергей Федорович и Ирина Ивановна довольно редко появляются на светских мероприятиях. Они предпочитают домашний уют и тихое семейное счастье. Через пару лет семейные чета отметят жемчужную свадьбу. Ну а я желаю этой прекрасной паре крепкого здоровья и, конечно же, семейного благополучия. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и зеркало экрана.